Хорошего настроения, меня зовут Яна Лёгкая, я в звании золотого директора компании Арифлейм и сегодня я проведу для вас этот вебинар, надеюсь быть полезной. Скажите мне, пожалуйста, кто у нас сегодня на вебинаре, есть ли новички, те, кто первый раз на вебинаре, те, кто недавно зарегистрировались. Напишите, пожалуйста, в чате, поставьте плюсики. Я хочу понимать, кто у нас есть сегодня. Есть новички, да? Отлично. А есть у нас гости сегодня, то есть партнеры не зарегистрированные, кто пришел узнать суть бизнеса. Есть такие? Тоже есть, да? Ну отлично, значит будем начинать. Я думаю, что будет полезно всем. Расскажу немножко о себе, познакомимся с вами. Меня зовут Яна Лёгкая, да, как я уже сказала, я в звании золотого директора. Мне 31 год, у меня двое деток. Владиславке 8 лет и Никите 2 года. Начинала я еще в конце первого декрета, зарегистрировалась, точнее, в компанию Арифлейм, в конце первого декрета, еще когда Влада была маленькая. И не вышла на работу, так как уже понимала, то есть декрет закончился. Она пошла в детский сад. Мне нужно было выходить на работу, но я не пошла, потому что я уже была зарегистрирована здесь. И я уже понимала суть этого бизнеса, уже понимала, что никуда на наемную работу я не хочу. Понимала, что здесь есть деньги, и что здесь есть перспектива, что здесь я смогу заработать на все то, что я мечтаю. И плюс я понимала, что если я выйду на работу, то с кем будет мой ребенок, если я заболею, если она болеет, если нужно срочно забрать с сада. Мало ли всякие вот такие вот моменты. Поэтому я выбирала еще не только доход, еще плюс и свободу действий, и свободу выбора. Как-то странно. Камера. Я как-то боком не пойму, как мне повернуться. Вот, а потом мне как-то нужно смотреть. В общем, уже как есть. Вот. И сейчас, добрый день. И сейчас во втором декрете, можно так сказать, да, Никите сейчас два года, вот осенью будет три года. То есть до трех, по сути, декрет. И не так активно я и работала, этот весь декрет, все эти три года. Дети маленькие, да, которые требуют постоянно внимания. И, ну, по сути, я с ними одна. В основном бабушки то далеко, то там когда-нибудь на часик. В общем, так, да. И тем не менее, я это все время получала пассивный доход. Независимо от того, работала я или нет. Строила я команду, рекрутировала или нет. Доходы были постоянные. И есть на данный момент, каждые три недели я получаю свою зарплату. Мало того, за это неактивное время моей работы, за эти последние три года, моя зарплата выросла в разы. То есть где-то в половину примерно. Если до этого декрета у меня зарплата была здесь около 10 тысяч гривен, там 12-13 было, то сейчас моя зарплата больше 20 тысяч гривен в каталогах. Если перерасчете на месяц, то, естественно, получается больше. Живу я с детками на данный момент в Одессе. Опять же, это была моя такая маленькая мечта жить у моря. И опять же, благодаря проекту она осуществилась. У меня высшее образование педагогическое. Я учитель по образованию. Но опять же, я понимала, что работать в школе я не хочу. Понимала это еще, когда поступала, но родители настояли. И сами знаете, да, какая зарплата. И какой, насколько нужно выкладываться, да, сколько времени это все занимает. Опыт работы по найму у меня около 4-х лет. Попробовала я все, наверное, все, что можно было. В студенческие годы, в студенческое время. Я работала и в супермаркете кассиром, и в обычном магазине работала, и в фастфуде работала, и официанткой, да, вот такие вот какие-то студенческие профессии. Все, что можно было, я попробовала, да, там флайера раздавать и так далее. Но я благодарна этому времени, потому что я поняла, что такое работа по найму. И я поняла, что я так не хочу, да, потому что это ты привязан к этой работе. Ты никуда не можешь уйти, ты никуда не можешь уехать. Это минимальная зарплата, и живешь, по сути, от зарплаты до зарплаты, которой, естественно, не хватает. На данный момент я частный предприниматель, уже почти 5 лет, ну, 4,5 года. И чему я очень-очень рада. С компанией Арифлейм я знакома с 2007 или 2006 года, примерно так, где-то со 2 или с 1 курса, когда пошла учиться. У меня однокурсница занималась, ну, в прямом смысле этого слова, да, занималась Арифлейм, как люди говорят. Приносила каталоги, мы с удовольствием все заказывали. Я сама даже регистрировалась, несколько раз пробовала работать, но по той системе, которую предлагали раньше, у меня работать не получалось. Я переступала через себя, обзванивала людей, как-то даже списки составляла, приглашала на презентацию, ну, что-то такое, да, пыталась на меня рекрутировать, обзванивала, стартовую программу что-то даже проходила. Но эта система мне абсолютно не подходила, да, то есть нужно было стоять на улице, навязываться людям с этими листовочками, приглашать их на презентацию. Люди, вы знаете, как реагируют, да, и вот этот метод мне абсолютно не подходил. Плюс нужно было продавать, собирать заказы. Спонсор звонил, наяривал, что вот, давай же заказ делай, да, на сколько там собрала, давай еще, и я давай опять звоню. Ну, это недолго было, я работала, и мне не понравилось. Вот. Работаем мы официально, вот моя выписка о том, что я частный предприниматель. То есть для тех, кто переживает, что не будет идти стаж, да, что здесь все неофициально, здесь все официально абсолютно. Заключаем договор с компанией, открываем частное предпринимательство, мы работаем по упрощенной системе. Абсолютно сложного ничего нету. Тем более, что у нас в команде есть инструкции, что и как нужно сделать. Открываем счет в банке, у меня счет открыт в приват банке, вот одна из последних моих зарплат, можете видеть последний скрин, который был в телефоне, плюс 24 600 гривен, да. Это зарплата за 3 недели, и я посчитала в перерасчете на месяц, это получается, если посчитать на 30 дней, 35 160 гривен, посчитала в долларах, это примерно 1300 долларов, посчитала в рублях, да, это примерно 85 тысяч рублей, 86 тысяч рублей. Вот, такие доходы, я не знаю, на какой наемной работе я бы смогла зарабатывать, да, это какие-то руководящие должности, или же брать традиционный бизнес, это может быть, да, это даже не маленький магазинчик какой-то, ну, если даже маленький какой-то магазинчик небольшой, то это уже раскрученный бизнес, да, то есть не сразу традиционный бизнес будет давать такие доходы. Ну, и если учитывать, что это половина этой работы сделана в декрете, то это вообще супер. Ну, и перед тем, как рассказать вам, что же нужно делать для того, чтобы зарабатывать, я покажу вам свою маленькую мечту, свою малышку, свою любовь. У меня такая была мечта, вот одна из, расскажу вам, да, когда я еще пришла в проект, я очень-очень хотела автомобиль, очень хотела водить автомобиль, да, и, ну, буквально одна из первых моих зарплат, ну, не первая, не знаю, по-моему, там, пятая-десятая, я ее потратила на то, что пошла учиться в автошколу, это тоже то, что я не могла себе позволить в декрете. Пошла учиться в автошколу, отучилась, заплатила везде, куда нужно, да, и получила права. И ездила на семейный автомобиль, у нас был такой старенький, не помню какого года, Honda Civic, вот, ездила на ней. И вот в прошлом году, в сентябре, я как-то решила, что, ну, до этого за год я решила, что мне нужна своя машина, не знаю, как-то вот я ждала, откуда-то, не знаю, мне кто-то ее подарит или что-то, а потом решила, что я на нее накоплю, и за год времени, живя на широкую ногу, как мама моя говорит, ни в чем себе не отказывая, плюс еще откладывала на автомобиль, и вот отложила. Мечтала, и мечтаю я о большой белой машине, но купила маленькую черную. И очень-очень ее люблю, теперь понимаю, мужчин, которые такие, так, с восторгом рассказывают о своем автомобиле, да, или там, ходят, крутятся возле него. Когда сама работала, на него заработала, это просто такая любовь-любовь. Вот, ну, и давайте перейдем дальше. Расскажу о компании, да, вы все знаете, так как у нас здесь почти, почти нету гостей, да, людей, которые первый раз на вебинаре, которые слушают о сути бизнеса, в основном новички, буду рассказывать для вас, да, о компании. Мы работаем с компанией Арифлейм, это компания действительно надежная, компания стабильная, компания работает 50 лет на мировом рынке и сотрудничает с 62-мя странами мира. В каждой стране открыто спонсирование, есть удобная доставка. О стабильности компании, да, вот есть люди, которые говорят, что, да, вот новая компания открылась, это классно, здесь нужно работать, да, там какие-то новые открываются. Скажу вам, что даже за то время, сколько я работаю в сети интернет, и попадаются там объявления, информация всякая, да, сколько за это время, вот за эти 5 лет появлялось новых компаний и пропадали они, да, очень-очень много, я вам скажу, да, вот часто бывает, что около года где-то выходят на рынок, так круто, так классно, просто пропадают эти компании. И даже если брать сетевой бизнес, сетевой маркетинг, это система, в которой работаем мы, это очень классная система, но нужно правильно выбрать компанию, с которой вы будете сотрудничать. С компанией Арифлейм надежно сотрудничает, да, это компания, которая уже 50 лет на мировом рынке, и она точно никуда не денется, 51 год даже. Она точно никуда не денется, никуда не пропадет. А в этих компаниях, которые открылись год-два назад, мы уверены просто быть не можем, потому что компания может не выдержать конкуренции и так далее, да, нужно какое-то время на развитие. Здесь мы уже уверены. И плюс вот то, что компания работает с 62-мя странами мира, плюс открываются спонсирования каждый год, ну, каждый год через год, да, часто открывают новые страны. Вот сейчас планируется открытие в Узбекистане, которое мы так ждем. Люди там уже любят Арифлейм, уже хотят работать, да. То есть, если в одной какой-то стране кризис, да, вот в Украине война, там в России какой-то кризис был, было время, когда товарооборот не рос, да, в компании был на месте или, возможно, даже чуть падал, но, тем не менее, мы росли, мы зарплаты наши росли, мы их получали, да, вот благодаря тому, что компания работает с многими странами, этот баланс держится. Это легальный, готовый бизнес под ключ, без финансовых вложений. Все легально, все официально. То есть, если где-то есть в интернете, вам предлагают, там, перерасчет, не знаю, на какие-то киви кошельки или на карту сразу, то здесь нет никакой уверенности, что вам действительно эти деньги перечислить. Здесь все официально, заключаем договор, счет в банке, и денежки перечисляют прям как часики, день в день. Раньше была зарплата у нас в пятницу, первая неделя каталова, сейчас в среду, и вот в 12 часов дня, максимум в 12.30, приходит зарплата, можно прям все сверять. Компания работает в правовом поле, выплаты только через банк, трудовой стаж и страховые отчисления. Маркетинг-план компании очень-очень выгодный. Если сравнивать с две компании, компании MLM, которые работают в наших странах, в странах СНГ, то Арифлейм это самое выгодное, это не то, что, знаете, как каждая лягушка свое болото хвалит, но просто разобравшись в маркетинг-плане, это действительно самый выгодный маркетинг-план. Есть еще одна компания, не буду, наверное, рекламировать, которая очень похожа на маркетинг-план, но там один минус идет с продукцией, которая долгого использования, так сказать, то есть сложнее будет найти клиентов, найти людей, которые будут постоянно покупать каждый месяц, каждый каталог, то есть раз купил я на полгода, а за это время нужно найти новых людей. Ну и плюс такие очень классные привилегии, которые есть в компании Арифлейм, такие как передача бизнеса по наследству, такие как пассивный доход, даже если вам говорят пассивного дохода, без отрывов ни в одной компании нету, кроме компании Арифлейм. Компания сама производит свою продукцию, у компании есть пять заводов и два, компания ничего не перекупает, то есть все собственное производство. Огромный ассортимент продукции с разной ценовой политикой в разных странах, то есть если взять тот же, например, набор новейдж уходовой косметики, очень крутой, очень классный, если у нас он стоит 2 тысячи гривен в Украине, например, то в Китае, например, он стоит около 6 тысяч гривен, если перевести. То есть компания на это тоже обращает внимание. Мы имеем такие уникальные продукты, это продукция Wellness, кстати, вот у меня прям рядом здесь стоит, это миски, которые пью и я, и детям тоже беру, и продукция Novage. Товарооборот компании около 1,4 миллиарда евро в год, и компания Акционерная, котируется на международной бирже. В общем, такие самые важные нюансы я вам осветила. Ну и плюс хочу сказать о том, что компания шведская, как вы знаете, и вот не знаю, почему так, но у меня прям любовь какая-то, как я сейчас поняла, именно к шведскому, потому что одежду H&M я очень часто заказываю малыми себе. Я обожаю и киевские вот эти вот всякие штучки, и посуды там, и постельные, и все-все-все. И это действительно такие компании-гиганты, компании стабильные, которые работают, взять Volvo, Electrolux и так далее, вот эти вот все компании. Швеция – это стабильность, это уверенность, да? Мы работаем в такой компании, и ни в коем случае нельзя ставить компанию Арифлейн наряду с остальными стивенными компаниями, как там люди привыкли думать, привыкли знать у нас, да, что говорят, ой, ты работаешь там в Арифлейн, я говорю, нет в Арифлейн. Так, какая разница? Ну, абсолютно, вот, абсолютно есть разница. Вот. Ну и работаем мы в самом масштабном интернет-проекте «Экспроскарьера». Проект запатентирован, все официально, у нас есть опыт, опыт уже около семи лет работы в сети интернет, когда начинали мы. В сети интернет не работал еще никто, ни одна сетевая компания. У нас есть система, которую копируют все, но в точности ее скопировать просто невозможно. У нас есть результаты, очень-очень крутые результаты, около тысячи партнеров, которые зарабатывают от звания директор и выше, и каждый каталог открываются новые звания в нашей команде. И не только директорские звания, а и сапфировые, и бриллиантовые. То есть наша команда только растет. Ну и что же нужно делать? Ничего страшного. Заходите, присаживайтесь, кто опоздал. Что же нужно делать? Три действия, которые нужно выполнять для того, чтобы зарабатывать в этом проекте, в этой компании. Первое, это искать партнеров. Второе, обучаться. И третье, пользоваться продукцией. Это такие три кита, на которых держится работа в нашем проекте. Ну и хочу немножечко детальнее с вами рассмотреть каждый из этих пунктов, где мы ищем партнеров. Партнеров можно искать везде, где угодно. В основном мы работаем в соцсетях, таких как Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Моя директорская структура была встроена в основном на соцсети Одноклассники. Твиттер, доски объявлений, Авито, рекрутирование на YouTube и так далее. То есть все интернет-платформы, которые, возможно, мы используем. В нашей команде есть готовая система. То есть вам не нужно придумывать, что именно нужно сделать. Вам нужно только обратиться к своему спонсору, который, я уверена, и так уже дал вам инструкцию, как и что делать. И просто повторять эти действия, брать те же шаблоны и просто делать. Имейте в виду, что, возможно, с первого дня, с первого полчаса работы у вас может не быть еще новых партнеров. Но здесь очень важна настойчивость. Ни в коем случае не бросать, и просто настойчиво поработать. Я советую поработать, порекрутировать неделю. Неделю вот тем методом, который дал вам спонсор, отработать свои навыки и потом уже оглянуться немножко назад и посмотреть, получается или нет. За неделю активной работы, если вы будете работать от двух часов в день, хотя бы, результат уже будет и очень даже хороший. Я уверена просто, что у вас уже пойдут регистрации. Рекрутирование, то есть поиск людей в команду, это, ну, в принципе, они все очень важны, да, но один из самых-самых важных таких моментов, потому что, если мы будем пользоваться продукцией, то мы будем пользоваться продукцией, да, это классно, это хорошо, но товарооборот мы такой большой не создадим только своим личным потреблением. Если же мы будем только обучаться, да, мы будем знать, но никакой практики нет. Поэтому в первую очередь я считаю, что нужно научиться рекрутировать, нужно научиться приглашать людей, потому что деньги в компании платят именно за созданный товарооборот. Как мы создаем этот товарооборот, да, то есть мы покупаем сами для себя и плюс приглашаем людей, которые тоже покупают для себя. Очень многие сейчас партнеры в нашей команде, которые не просто покупают для себя, создают совместные покупки и дополнительно имеют еще деньги прямо сейчас, да, с этих совместных покупок. Очень модно сейчас такие совместные покупки организовывать в интернете, да, там и одежду детскую, и игрушки, и все-все-все, технику какую-то закупают дешевле. То есть таким образом выгодно и вам, и вашим знакомым, да, но без рекрутирования эта система просто не будет работать. Сложного в рекрутировании, в поиске людей абсолютно ничего нет. Это просто нужно выработать себе привычку и каждый день делать одни и те же действия, да, просто рекомендовать, рекомендовать этот бизнес точно так же, как мы рекомендуем кому-то, там, не знаю, супермаркет, который сходили, нам понравилось, магазин одежды, в который мы сходили, нам понравилось обслуживание, нам понравилось качество. Ту же самую книгу, которую мы прочитали, да, там мы рекомендуем, мы рассказываем своим знакомым, и они тоже уже хотят ее купить. Да, то есть это там такой метод рекомендаций. Конкретно что делаем, да, вот как работает моя команда, на данный момент мы работаем в соцсети Facebook, то есть это основной вид деятельности. Даем объявления на досках объявлений, люди сами интересуются работой, спрашивают, и мы проводим презентации ежедневно, на которых рассказываем о сути бизнеса, и уже тот, кому подходит, тот регистрируется. Это бизнес больших чисел, чем больше, тем больше, как я всегда говорю, да, потому что чем больше объявлений вы дадите, тем больше людей увидят эту информацию, да, это объявление. Чем больше людей заинтересуются под вашими объявлениями, напишут вам в личку, да, или напишут под объявлением, тем больше людей вы пригласите на презентацию, и получается, тем больше людей зарегистрируется. Мы никого не уговариваем, не навязываем, да, мы даем информацию. Наша работа – дать информацию как можно большему количеству людей. И из большего количества, естественно, будут люди, которые заинтересуются, которые просто искали эту возможность. В интернете сейчас сидят все, и просто то время, что мы, мы, и вы, и я, да, и все вокруг тратят на листание лент, фейсбук, инстаграм, просмотра каких-то фильмов, картинок и дебильных видео, извините за выражение, это же время можно потратить на работу и иметь дополнительный доход к своему основному, да, если кто-то работает, или в будущем это будет ваш основной доход и масштабный такой бизнес. По поводу пользования продукции, да, без этого тоже никуда, потому что если вы сами не будете пользоваться, то ваша команда тоже не будет пользоваться, да. Мы пример для своих новичков, мы пример для своих партнеров, которых пригласили, и поэтому мы пользуемся, они пользуются, да, приглашаем дальше людей, каждый пользуется продукцией. Это такое условие, которое я считаю, что очень даже экологично для всех, да, потому что больше денег тратить, чем тратили раньше, не нужно ни в коем случае. Нужно тратить то, что, то, что тратили и раньше, да. Мы в любом случае покупали тот же шампунь, гель для душа, зубную пасту, там, средства личной гены, да, косметику какую-то, даже минимальную. Женщина, как Аня наша любит говорить, да, женщина хлеба не купит, но голову помоет, и хоть минимум тушь, тональная основа и одна помада у нее будет. Поэтому это все мы покупаем, просто вопрос, где? Где мы это все покупаем, да? Или мы делаем товарооборот кому-то, да, мы делаем товарооборот тому же дяде в магазине, и он зарабатывает на нас, или же мы делаем товарооборот себе, в своем личном магазине, и зарабатываем мы. Такое мое любимое сравнение, которое дает понять, да, где нужно, где нужно покупать, чтобы вы сделали выбор. Давайте вот представим, вот две картинки у нас, магазин, обычный магазин, да, куда вы там ходили, давайте возьмем магазин с хлебобулочными изделиями, открыли вы маленький магазинчик. И куда вы теперь пойдете покупать себе хлеб домой? Где вы будете покупать? Напишите в чате. Давайте будем мыслить как предприниматели, потому что это ваш бизнес. Где купите хлеб? Конечно же, у себя, да, потому что у нас есть свой магазин, зачем я пойду в соседний покупать, делать товарооборот кому-то, делать кому-то выручку. Вот, да, вот уже кто-то пишет в чате, и родных туда же, куда пойдет ваша мама, которая живет в соседнем подъезде, ваша подруга, кума, соседи, с которыми вы хорошо общаетесь, куда они пойдут покупать хлеб? Конечно же, они пойдут к вам, вы им расскажете, да, что у вас теперь вот магазинчик здесь за углом, заходи, у нас такой свежий хлеб. Вот точно так же и здесь мы покупаем для себя, мы не делаем товарооборот кому-то, и плюс информируем людей, которые, с которыми мы общаемся, да, то есть даже самый близкий круг общения, информируем этих людей, что мы теперь в Арифлейн, и можно выгодно купить, вы им сможете, когда уже будете разбираться, вы им сможете подсказать, что где выгоднее взять, и ваш личный товарооборот будет делаться очень-очень легко. Люди потом уже сами звонят, и спрашивают, и говорят, да, когда там будет моя тушка, да, когда будет моя туалетная водичка, мне две закажи, и так далее. С этим решили, да, ну и какие выгоды мы получаем, во-первых, цена, потому что цены сейчас, я бы даже сказала, ниже, особенно если, ниже, чем в обычных магазинах, особенно если брать по акциям, да, как я беру, когда что-то, на что-то выгоднее цена, каждый каталог, там, в этом каталоге гель для душа дешевле, например, да, в следующем каталоге дешевле шампунь, в том каталоге дешевле, там, акция какая-то на витаминки, да, то есть я могу взять, там, три геля для душа, да, в следующем каталоге, там, тушь дешевле, могу их взять, тоже две наперед. В общем, вот таким вот образом мы экономим. Плюс качество, это очень даже немаловажно, да, вы знаете, что я уже говорила вам, что компания рефлейм свои заводы, и здесь в качестве мы уверены. Защита от подделок, да, если взять обычный магазин, пока тот же шампунь придет от производителя, от завода к вам, сколько ступенечек он проходит, и сколько раз его могут подменить, да, очень часто бывает такое, что там жалуются, ну, я и сама помню, да, я там бантин, по-моему, шампунь брала, пользовалась, и я один раз беру, он классный, а второй раз уже что-то совсем абсолютно не то. Вот, это все подделки, да, здесь мы защищены от подделок, потому что товар приходит от производителя, вот, с завода он поступает на слад, компания рефлейм, и наши заказы сортируют и отправляют всем. Эту коробочку вы первые открываете, никто ее до вас не открывал и не пользовался. Ну, и плюс такой момент, да, что в супермаркете в том же открывают гель для душа, там, понюхать, посмотреть, да, еще помазать могут, да, и уже срок годности пошел, у этого гель для душа, потом его могут убрать на заднюю полочку, вы купили уже просроченный товар, да, то есть тоже такое может быть, потому что после открытия уже срок годности меньше, естественно. Был такой случай у меня, как-то тоже я рассказываю, что шла я с детского садика с малой и был каталог у меня. Зашла в магазин, тысячу мелочей и что-то там, не помню, зачем, за порошком, по-моему, в общем, и попросили у меня каталог. Закажи мне, говорит этот продавец, говорит, закажи мне, пожалуйста, антиперспирант. Говорю, хорошо, закажу, там что-то по хорошей цене они были. Хорошо, закажу, она говорит, тут она такую фразу говорит, что если мне не подойдет, то я просто поставлю его на полочку. Я просто это как представила, да, что кто-то придет потом и купит этот антиперспирант. В общем, я так и не заказала и вот так вот, да. То есть такое может быть. Ну и плюс мы делаем товарооборот себе, а не кому-то, да. Об этом мы с вами уже поговорили. Ну и идем быстренько дальше. Как проходит обучение? У нас обучение проходит в виде вебинаров, в виде инструкций. Обучение в чатах, в виде инструкции, да. То есть на вебинары обязательно ходим и спрашиваем обо всем своего спонсора, да. То есть ваш спонсор, это ваш поводырь в этот бизнес, да. Не стесняйтесь, не думайте, что вы можете задать какой-то глупый вопрос. Все вопросы правильные, да, их нужно задавать. И более того, вам скажу, что спонсоры любят, когда новички им задают вопросы. Не стесняйтесь. Самый глупый вопрос, это не заданный вопрос. У всех команд есть свои командные чаты. Задавайте вопросы там, в чате. Если вашего спонсора нету на связи, то в чате всегда кто-то есть и вам помогут разобраться, подскажут и какой-то шаблон, если нужно дать, да. То есть все-все-все, всегда можете спросить в чате, если нету вашего спонсора. И давайте сравним, вот как проходит обучение, да. Обучение у нас бесплатное абсолютно в нашей команде. Хотя даже в Арифлейм есть команды, которые берут деньги за обучение. Давайте сравним обучение на наемной работе, да. Сколько вот вы обучались? Напишите, пожалуйста, в чате. Вот кто вы по профессии и сколько вы этому обучались? Напишите. Вот я, например, я педагог, я учитель, и я училась в университете 5 лет. 5 лет жизни. Сколько денег было потратено моими родителями на это все? И если посчитать, тренер 5 лет, юрист 5 лет, педагог 5 лет, и плюс магнистратура 1,5, бухгалтер 5 лет, да. То есть вот в среднем обучение 5 лет. И сколько потратили вот на это обучение примерно? Не помню, это когда училась, 2,800, по-моему, было за полугодие оплата. В общем, много. В общем, много, да. И плюс, ну, это же не 2-3 месяца, да, если здесь вы за месяц, за 2-3, вы обучитесь всему, узнаете все-все-все, сможете просто с нами вести команду, да, за 2-3 месяца. Кто-то за месяц, кто быстро схватывает, да, кто-то за неделю, ну, вот азы такие за неделю можно изучить, понять, да, и уже начинать работать, и уже в процессе обучаться. Вот, и время даже, кто на бюджете, кто бесплатно обучался, это все равно время, да, все равно время, там, 5 лет в среднем учились. Какие доходы? Вот какие доходы, да, сколько обучались, какие доходы? Тоже вот напишите, какие доходы вы получаете, или могли бы получать кто-то, в депрете, например, да, на той работе, на которую вы учились 5 лет. Вот моя бы зарплата педагога сейчас была, ну, 5 тысяч, наверное, да, сколько сейчас учителя получает. Вот, 20 тысяч рублей в среднем, да, или 5 тысяч гривен. Такая самая средняя, самая минимальная зарплата. Вот. И сколько потратили времени на обучение? То есть здесь тоже у нас плюс. Посмотрите, какие доходы вы можете получать здесь. Я даже предлагаю вам выбрать тот доход, который вы хотите получать, ту сумму, которой вам достаточно будет. Напишите в чате. Я на данный момент вот в звании золотого директора, ну, примерно, доход такой же, да, вот доход в каталоге средний 23 500 гривен. Смотрите, здесь есть и в Тенге, и в рублях. В долларах, в белорусских рублях нет. Примерно вы можете прикинуть, кто из Белоруссии. Выберите себе доход и звание, к которому вы будете двигаться. И двигайтесь. Здесь доход не ограничен. Здесь вы только сами решайте, сколько вы будете зарабатывать, какое звание у вас будет. Просто берем и делаем, да, то есть нужно обучиться, научиться месяц, два, три, и потратить на обучение, параллельно уже работая, параллельно уже строя структуру, и получать те деньги, которые вы хотите. Если на обычной работе, да, это ставка, выше которой не прыгнешь, да, ну, там, если повышение какое-то, и то не все же на это идут. Вам мышку видно, да, что-то сразу не сказали. Как ее убрать? Давайте я ее просто вот так вот уберу. Ну, и помимо доходов, хочу рассказать о дополнительных привилегиях, которые мы получаем. В компании есть автопрограмма, автомобиль в подарок от компании. С уровня золотого директора вы можете уже брать свой личный автомобиль. Я вот сейчас задумываюсь, хотя очень люблю свою малышку, которую я вам показывала, да, которую я приобрела за доходы, заработанные здесь в компании Арифлейна. Вот эта программа, по которой я могу получить, она мне очень-очень нравится. Хочу Kia Sportage, и у меня в ближайших планах на следующие две недели съездить на... Как называется, скажите? На... В общем, посмотреть, узнать, узнать детальнее все, посидеть, тест-драйв вот, да, съездить на тест-драйв. Хочу именно вот Kia Sportage. Есть варианты, да, то есть можно разные машины сейчас брать. То есть если... Когда... Конечно, будет... Когда открыли эту программу в Украине, буквально вот год назад, был вариант только Citroën C3 и потом Hyundai. Вот сейчас уже на выбор есть очень большое количество автомобилей. Машина оформляется, и компания выплачивает деньги вам, если вы работаете, если вы выполняете определенные условия, да, то есть если у вас есть прирост, каждый каталог, вы не сидите на месте, то он у вас есть. Компания выплачивает деньги, и вы оплачиваете этот автомобиль. То есть вот такие вот условия очень классные, с уровня бриллиантового директора, автомобили повыше классом, да, то есть там уже можно брать и Volvo, и Mercedes, условия тоже очень классные. Что еще вы получите, да, в отгеты директоров, в форумы, конференции, да, даже поговорим вот о масштабах страны, мероприятия, которые проводятся для лидеров, которые работают, которые делают звания для менеджеров. Это мероприятия, на которых просто стоит каждому побывать. Банкеты директоров, да, я поставила фотографии со своих банкетов директоров еще, плюс один был банкет, на котором у меня не было нового звания, да, то есть без чека уже не поставила его сюда, но на котором я тоже была. Это очень классные мероприятия, на которых всегда выступают звезды, звезды компания приглашает. Это, ну, это просто что-то, вот, да, вот мы все девочки в основном здесь. Все, почему все так ждут, вот в школе еще, да, ждут выпускного, потом ждут свадьбу, да, чтобы выйти замуж, почувствовать себя королевой, одеть шикарное платье, красиво одеться, да, пройтись, вот это вот внимание, вот это все здесь в Арифлеем не только два раза в жизни вы сможете почувствовать себя королевой, почувствовать себя принцессой, да, и это ощущение примерно тоже. В общем, здесь у вас будет такая, такая возможность обслуживания, да, вот я, ну, ходила я по ресторанам, не скажу, что сидела дома, да, но такого обслуживания, как на банкете я не видела нигде. Возможно, конечно, я была не в тех ресторанах, но это было, ну, очень круто, вот вспомнить, да, каждый банкет, что-то было по-разному, по-разному, да, но вот банкет, который был в Киеве, в ботаническом саду, был шатер для нас накрыт полностью, столы, и вот это вот обслуживание было какое-то на высшем уровне, да, года. Тебе не позволяют самому себе водички налить с кувшины, да, подходят, спрашивают, все постоянно подливают тебе тоже вино, тоже водичку, ну, такое вот шикарное очень обслуживание. Это все то, что должно быть в вашей жизни. Ну, и плюс путешествия, да, путешествия, которые абсолютно бесплатны за счет компаний, которые будут также в вашей жизни с уровнем менеджера. Сейчас, вот уже 3-4 года, да, менеджерские конференции, на которые ездят наши менеджеры, конференции в разных странах, все за счет компании, да, то есть вы выполняете условия, компания вас везет отдыхать. Перелет проживания, питание, все абсолютно бесплатно, все за вашу работу. Дальше идут золотые конференции с уровня золотого директора. На свою первую золотую конференцию я полечу в этом году. Конференция будет в Пальма-де-Майорке. Уже мы сейчас оформляем документы, я прям рассказываю, у меня мурашки по коже. Уже оформляем документы, договор подписали, скрины, вчера вот отправила скрины, скрины паспорта, документы, в общем, уже оформляется. Все за счет компании, визу, в общем, это все делает компания. Хочу вам показать сейчас видеоролик, который сделала нам компания о этой поездке в Пальма-де-Майорке. Посмотрим. Посмотрим. Грузит у вас, напишите. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Что-то тихо немножко было. Было видео, да, у вас тоже? Я проверяла, было все хорошо, сейчас тихо. Хорошо у вас было? компания тратит огромнейшие просто деньги на то, чтобы свозить своих лидеров отдыхать. Это такой вид мотивации дополнительной, которую, в принципе, компания могла бы на это деньги не тратить, но она тратит, и это очень-очень круто. За время существования «Арифлейм» мы посетили более 40 стран и 7 раз обогнули земной шар. Такая статистика, от которой просто мурашки похожи. Дальше идут бриллиантовые конференции, исполнительные конференции. Когда в чатах говорят, что наши лидеры поехали на конференцию, узнайте их профили Инстаграм, подпишитесь на них и следите, смотрите за сторис. Это просто огромная такая мотивация для того, чтобы работать дальше и тоже быть там. Ну и еще парочку слайдов написала вам о той жизни, которая была у меня раньше и о том, что я убавляю. Сейчас попробую немного что-то. Во всех репет, да? Сейчас, секундочку. Вот, сейчас должно быть нормально. Я просто сделала погромче, когда включала видео. В общем, немножко той жизни, которая была у меня до Арифлейм, до этого проекта. обычная, да, обычная, обычная. Мамочка в декрете. Ничего особенного. Снимали квартиру. Ну, вот, как-то так, да? Вот эта вот фотография, видно сейчас вам мышку мою? Вот эта вот фотография, где я с малой на кресле сижу. Это в той квартире, у которой мы жили, в которой прожили съемная, у которой прожили не знаю, сколько лет. В общем, в верхнем левом уголке. И следующее, и следующее, вот все верхние, это в той квартире, в которой я начинала вести вебинары, будучи менеджером. И мне просто было стыдно их проводить, потому что сзади там тот старый шкаф, старый тут диван, старые эти шторы. В общем, это все, которое просто было стыдно показывать. И я просто отворачивала компьютер к стене, к вот этой вот, зеленой, и проводила вебинары. В общем, в общем, как-то вот так вот. И И вот моя жизнь сейчас, тоже буквально, я не искала, не выискивала фотографии, последние какие-то поскидывала с телефона и загрузила сюда. Жизнь изменилась, конечно, кардинально, и я просто не знаю, как была бы моя, какая была бы моя жизнь без Алифлейн. Я просто вот сейчас говорю, у меня слезы накатываются. Я не знаю, смогла бы ли я так жить, если бы не не Алифлейн, если бы не этот проект. Живу я возле моря сейчас с детками, да. Это была моя мечта. Я вот прямо сейчас прыгнула в машину и через 15 минут я уже у моря. Это очень-очень круто, да. Прямо по фотографиям вам расскажу, да. Вот детский день рождения, вот у Влада был день рождения. Восемь лет, да, она захотела праздновать в развлекательном центре. Мы послали всех, кого она хотела и отпраздновали. Раньше это было вот даже годик, не помню, я как-то не закинула фотографию, Владимир Годик, да, как праздновали. Дома какие-то там шарики надули, сама я торт испекла. в общем, как-то как-то вот так вот. Сейчас я могу детям позволить намного-намного больше. Никита ходит в частный садик, вы сами знаете, сколько это стоит, да, на развивашке, насколько ему там нравится. Мы немножко ходили в государственный садик, когда жили в Ровенской области, да, и чуть-чуть он походил, плюс Влада ходил, я знаю, что такое государственный садик и что такое частный садик. Это абсолютно две, две абсолютно разные вещи, две большие разницы, да, как говорят в Одессе. Какое отношение, да, вот только заходишь туда и там уже атмосфера праздника. Вот такое чувство, что я не знаю, каждый раз когда я захожу в меня, такое чувство, что я пришла на детский день рождения. Какие-то шарики, они сами как аниматоры, что-то какие-то явления им постоянно придумывают. Тут каждому ребенку какой-то свой подход. Ребенок туда просто летит. У всех звук плохой. звук 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 Продолжение следует... 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 вот всяких баночек, я каждый раз делаю заказ, делаю заказ только себе лично на 200 баллов, себе, детям, родителям заказываю, в общем, не продаю, абсолютно не бегаю с каталогами, там очень редко сейчас я кому-то что-то заказываю, просто для себя балую себя, эти же масочки, это же все, что я себе раньше не могла этого позволить, мало того, у меня была одна тушь, которую муж дарил на 8 марта, и ею пользовалась целый год, одна сумочка на несколько лет под любые образы, одна помада, один блеск в кармане, и все на этом заканчивалось, да, то есть сейчас я могу себе какие-то новинки постоянно заказывать, и вы знаете, да, что компания для партнеров, которые хотят зарабатывать, ставит условия 150 баллов, и это очень классно, что она ставит такие условия, да, потому что мы, женщины, иногда экономим на себе, да, потому что хочется что-то больше детям купить, а на себе как-то вот обойдусь вот это, но на самом деле это классно, да, потому что компания нас таким образом подводит к тому, чтобы мы о себе заботились, да, эти же витаминки, продукции Wellness я пользуюсь постоянно, беру витаминки, показывала вам уже, вот сейчас взяла вот эти вот новенькие еще, кальций начала пить вчера, коктейли, супы Wellness тоже пью, батончики тоже заказываю, да, они очень помогают в том, чтобы держать себя в форме и похудеть в том числе. Я с последних родов, да, с последней беременности, я похудела уже около 20 килограмм и еще 5 хочу, и это все не без продукции Wellness. Ну и в принципе у меня все. Давайте подведем итог нашего сегодняшнего вебинара. В принципе проекта нет вложений, сравнивая с обычным традиционным бизнесом, здесь нет вложений, если в обычном традиционном бизнесе, для того, чтобы вам открыть тот же, например, даже магазинчик с хлебопулочными изделиями, о котором мы с вами говорили, только подумайте, посчитайте, какие нужны вложения, какие нужны растраты на начальном этапе. Здесь нету личных продаж, да, то есть это необязательное условие, это при вашем желании, вы можете делать товара в рот побольше, да, получать все-все-все плюшки, это классно, это хорошо, но это необязательно. Здесь вы сами себе начальники, здесь вы сами решаете, что вам делать, делать большие заказы или делать маленькие заказы, да, продавать или не продавать, работать утром или работать вечером, да, то есть это очень-очень классно. Вот те же 2-4 часа в день работы вы сами выбираете себе, когда вы работаете. Здесь нету начальника, вы сами себе начальник. Вы получаете, регистрируясь в этот проект, вы получаете плотное сопровождение спонсора. Образование не имеет значения, да, то есть здесь мы вас к всему обучаем. Возраст точно так же не имеет значения, если на обычной работе, да, там могут покрутить, при приеме покрутить носом, да, тебе 25 лет, мы тебя не возьмем, потому что ты сейчас в декрет пойдешь, тебе 50, ты уже старый, да, здесь абсолютно не важно, какой возраст. Вот гибкий график, пассивный доход, опять о чем же я вам говорила, да, что последние мои 3 года работы, да, по сути пассивный доход, да, я очень мало времени уделяю, уделяла рекрутированию, и тем не менее мои доходы только выросли. Плюс я закрыла звание золотого директора, получила премию 2000 долларов, да, вот о премиях я вам тоже не сказала, но вы их видели. Или, в общем, такого нету нигде. Ну и плюс официальное оформление, если вы переживаете потом за вашу пенсию, что государство не будет платить пенсию, да, или она будет маленькая, она в любом случае будет маленькая, все мы видим, как живут пенсионеры, да, поэтому и о той пенсии нужно позаботиться не в том смысле, что работать официально, чтобы государство потом платило пенсию, а в том смысле, чтобы потом, когда не будет сил, не будет той энергии, и будет хотеться сидеть и вязать носки, сидеть и вязать, и не думать о том, за что купить хлеб. Я благодарю вас всех, что вы пришли ко мне на вебинар, я была очень рада поговорить с вами. Если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте их, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам. Есть вопросы? Нету? Отлично. Если будут у кого какие-то вопросы, вы можете всегда меня найти в соцсетях, я на легкое, вводите в инстаграм, в фейсбук, пишите, всегда с удовольствием помогу, подскажу всем, чем смогу. Спасибо.